Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Russian Language Club это канал о русском языке и всё, что связано с русским языком. Русский язык логичный, ну, почти как математика. Хотя я, честно, ненавижу математику, но люблю русский язык именно потому, что он такой логичный и системный. А ещё русский язык это флективный язык, флексия, флективный. В русском языке есть флексии, а флексии это приставки или префиксы, корень слова, суффикс и окончание. То есть это то, что помогает нам формировать и изменять слова. Это и есть флексии, и русский язык флективный. В этом тоже его системность. У каждой флексии есть свои значения и свои функции. В этом видео мы будем говорить про флексии префиксы, а точнее про один префикс на. Кстати, на канале уже есть несколько видео про русские префиксы. Смотрите вот здесь. Итак, префикс на. Я уверена, что вы слышали такие слова, как наиграться, наехать, наболтать, накрасить, напиться, наесться, наступить, наскучить, найти и многие-многие другие. Да, в русском языке много слов с префиксом на. Давайте вместе разберёмся, что же означает префикс на. На это направление действия на поверхность предмета. Наехать, находить, наткнуться, набросить, налететь. Примеры. Волны набегали на берег и убегали назад. Извини, я наткнулась на твой дневник случайно. Или Накинь свитер. На улице уже прохладно. Ещё одно значение префикса на. Это постепенное накопление. Достижение полноты действия и интенсивное действие. Накопить, насобирать, наскучить, наболтать и другие. Примеры. За лето мы наварили варенье, насушили грибов и готовы к зиме. Бабушка нажарила пирожков к приезду внуков. Нужно накопить деньги, чтобы переехать за границу. Ещё одно значение префикса на. Полнота, исчерпанность действия и удовлетворённость этим действиям. Например, насладиться, надышаться, насмотреться, напиться, наесться и другие. Я прекрасно провела время, надышалась свежим воздухом, накупалась в море и наелась фруктов. В празднике у тебя будет время наесться и напиться до отвала. Ещё одно значение префикса на. Беглое, но не полное совершение действия. Напеть, набросать, наиграть. Прежде чем приступить к проекту, давай набросаем небольшой план. Напой мелодию, я постараюсь вспомнить слова песни. И ещё одно значение префикса на. Непрерывное, длительное совершение действия. Названивать, написывать, наговаривать. Примеры. Зачем ты названиваешь мне каждый день? Зачем? Ну, что ты опять наговорил про меня боссу? Ещё префикс на есть в наречиях, которые указывают на время, направление и образ действия. Такие наречия как наверх, направление. Назавтра, время. Напрокат, образ действия. Или есть ещё наречия со значением высшей меры, предельной степени какого-либо признака. Накрепка. Это были основные значения префикса на в русском языке. Обратите внимание, что префикс на мы добавляем не только к глаголам, то есть словам что делать, что сделать, но и можем добавлять к существительным, наречиям, прилагательным и так далее. А в конце я вам дам несколько интересных слов с префиксом на. Насолить. Сделать что-то неприятное кому-либо. Его не любят в городе. Он уже многим насолил. Накидывать, накидать. Кстати, часто мы говорим накидывать, накидать идеи. Это как набросать план, тоже придумать в общих чертах не детально. Давайте накидаем несколько идей для нашего будущего выступления. А на этом всё. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, так вы не пропустите другие интересные видео о русском языке. А ещё давайте общаться в социальных сетях. Вот и всё. Пока-пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok